Многие авторы, которые сейчас получили инвайт на пульс, задумались о том, на какую же тему писать на этом самом пульсе. Ну то есть площадка-то тоже большая, тематик дофигища, ну а как вы знаете, тематика обо всем, это тематика ни о чем. Именно поэтому к выбору темы нужно подойти со всей ответственностью. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В общем, я тут проделал некоторую работу, зашел на пульс, посмотрел самые интересные, самые популярные каналы, ну и собственно спешу поделиться этой информацией с вами. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Итак, вы только что получили инвайт на пульс и думаете, о чем же будет ваш канал. Одно дело, если у вас уже есть канал на Яндекс.Дзен, скажем, или на другой площадке, и вы как бы хотите то же самое писать и продолжать. С этим все понятно, но если у вас ничего подобного нет, то вам придется выбрать тему. Многие здесь делают самую популярную ошибку, начинают писать просто обо всем подряд, в надежде, что какая тема зайдет, на ту тему и буду писать. Но, как я уже вам сказал, канал обо всем, это канал одновременно ни о чем. Ну, как бы очень сложно выбиться и получить какие-то показы, дочитывания на таком канале, потому что человек не будет понимать, то ли он читает бьюти-блог, то ли автомобильную тематику, то ли вообще канал по истории. Скажем так, человеку не будет никакого смысла подписываться на ваш канал, потому что тематика слишком разная и половина статей ему просто неинтересны будут. Ну и чтобы нам понять, какая тематика интересна и актуальна для аудитории Пульса, нужно просто посмотреть, какие каналы набирают там больше всего просмотров, нужно посмотреть, на каких каналах больше всего подписчиков. В общем, я полазил по таким каналам, могу вот что сказать. На Пульсе просто огромное количество каналов с рецептами. Как приготовить рыбу, как там, не знаю, запечь в духовке курицу. Все это просто вот в огромном количестве. Причем очень много таких популярных каналов, у которых много подписчиков. Каналов с рецептами очень-очень много, причем многие каналы это просто вот добавьте там то-то, 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 такие-то ингредиенты, поместите на 15 минут. В некоторых каналах просто картинки с интернета и как бы в принципе каналы эти читают. Я тут, конечно, не спорю, каналы эти в определенном смысле полезны. Некоторые статьи как бы действительно помогают кому-то готовить еду, но я еду не очень люблю готовить. Поэтому в этой области я бы, наверное, выделил только канал Десертный Бумбич. Если кто не знает, канал этот популярен еще и на Дзене, теперь он перекочевал и на Пульс. Почему его? Ну потому что у него уникальные картинки, которые он сам делает. Канал этот, он в него вкладывает очень много сил и времени. Как бы это не реклама этого канала, просто зайдите, почитайте. Если вы думаете, хотите что-то писать про рецепты, ну как бы канал этот очень интересный. Я советую на него ориентироваться как минимум, если вы пишете на Дзене. Если вы пишете на Пульсе, ну тут есть некоторые нюансы. На Пульсе это не самый популярный канал с рецептами. Он не в самом низу, не в самом конце, но тем не менее вот он там входит. Скажем, я не знаю, может быть в первую десятку входит или не входит. Но то, что этот автор делает, мне очень нравится. А так, в целом, ну вот каналы с рецептами. Другое дело, что нужно понимать, если вы сейчас заводите канал с рецептами, это вообще не гарантирует вам никакого успеха. То есть не будет такого, что вы завели и сразу куча подписчиков. Во-первых, у вас будет очень большая конкуренция в этой тематике. Во-вторых, один мой знакомый уже пытался завести канал с рецептами. Он просто не прошел модерацию. Я уж не знаю, что он там понаписал. Возможно, дело просто в том, что он не очень грамотно все оформлял, не очень грамотно писал. Статьи, может быть, были какие-то не такие. Но, тем не менее, модерацию он не прошел. Так что, если вы хотите канал с рецептами, то сперва несколько раз подумайте. Особенно, если вы там, не знаю, взрослый, здоровый мужик. Хотя я видел там что-то подобное. Канал назывался, по-моему, рецепты холостяка или кухня холостяка. Ну, что-то подобное. В общем, можно обыграть. Главное, чтобы у вас была какая-то изюминка, какая-то интересная идея. Тогда канал ваш станет уникальным и выделится среди всех остальных. Вот. Это что касается, наверное, одной из самых популярных тематик. Но, как говорится, самая популярная не значит самая лучшая и не значит, что она самая прибыльная. Другое дело, научная тематика. Вот тема науки уже есть где разгуляться. Ну, то есть, что там рецепты. Это одно и то же, в принципе, продукты, еда. В общем-то, добавь туда морковку, добавь туда салат. А история, наука, физика, химия, не знаю, любая наука, ну, уже интересно, уже большой такой простор для творчества. Когда я говорил, что канал обо всем, это канал однопременно ни о чем, я имел в виду, что вы не можете просто брать и перескакивать с бьюти-тематики на автомобильную тематику. Но если вы пишете научные статьи, вы можете вполне себе перескакивать с исторической тематики на какие-то, скажем, ну, например, интересные факты. Просто из нашего окружающего мира. Просто тема науки, она такая многогранная и большая. Это как, я не знаю, если бы вы завели канал отдельно про айфоны и отдельно канал про все телефоны сразу, про смартфоны. И как бы в одной тематике вам более узкой очень мало чего получилось бы написать, а в другой тематике, ну, большой простор для деятельности. Другое дело, что это не делает узкоспециализированные тематики в чем-то хуже. То есть, если у вас, не знаю, канал про сварочную работу и вам нравится об этом вести канал, то пишите, пожалуйста. Но будьте готовы к тому, что аудитория будет не такая большая, как если бы вы вели канал просто про ремонтные работы, про строительство. В общем, тут нужно понимать тонкую грань и не переходить в широкую слишком тематику, но и не сужаться до того, что вас никто не будет читать. В общем-то, в теме науки я бы рекомендовал выбрать одну какую-то конкретную. Допустим, история, ну, как бы оно понятно, потому что там есть интересные истории, скажем так. Простите за каламбур. Если не хотите писать про историю, ну, можно какие-то брать интересные факты из других наук. Но, опять же, нужно стараться писать так, чтобы это было интересно читать, то есть, чтобы это и заинтересовало. Ну, и опять же, если вы заводите канал с какими-то интересными научными фактами, либо исторический канал, либо там канал вообще про другую какую-то науку, это не гарантирует вам никакого успеха. Больше зависит от того, как вы пишете, какие заголовки придумываете. Поехали дальше. На Пульсе часто встречаются каналы про путешествия. В большинстве своем они, конечно, перекочевали с Яндекс.Дзена на Пульс от Mail, но с некоторыми нюансами. То есть, допустим, если на Дзене человек писал заголовок формата, показывая, чем меня накормили при перелете на рейсе Победы, то в Пульсе эта статья и заголовок резко меняются. В статью не про личный опыт, а просто в статью в таких общих чертах. Ну, то есть, из заголовка и из статьи сразу убирается я, показываю. Заголовок данный будет примерно так звучать. Чем кормят при перелетах на рейсах Победы. Ну, тут, в принципе, понятно, почему это все меняется, потому что на Пульсе запрещены дневниковые записи, которые не несут читателю никакой пользы. То есть, авторы стараются как-то максимально дистанцироваться вот от этого личного субъективного переживания и пишут как бы статьи, которые должны быть полезны читателям. За статьи формата «Смял консервную банку, показываю, что получилось». На Пульсе вам погрозят пальцем, попросят исправить, как бы, и, возможно, удалят. И модерацию с такими статьями вы не пройдете. На Яндекс.Зенда, пожалуйста, пишите. В общем, каналы про путешествия на Пульсе есть. Некоторые из них довольно популярны, но здесь есть множество нюансов, за которыми следует следить. Простите, опять за каламбур. Попадались мне каналы и про спорт, фитнес, здоровье. Такие каналы есть, имеют место быть. Даже в некотором роде они популярны. Но, опять же, если вы ведете такой канал, это автоматически не гарантирует вам успех. При этом популярных каналов на эту тематику мне попадалось очень мало. И при этом у меня есть знакомый, который действительно эксперт в этой области. Он завел канал на эту тему, но у него как-то вот не пошло. И заработок невысокий, и аудитория не увеличивается, и не очень его читают. При этом на Дзене, чтобы вы понимали, у него с этой тематикой все отлично. В день по несколько тысяч приходит. Рублей я имею в виду, а не человек. Так что, если вы планируете завести канал на тему фитнеса, здоровья, спорта, то, во-первых, 10 раз подумайте, во-вторых, подумайте еще раз, и только потом принимайте решение. Довольно популярный, как это ни удивительно, остается тематика фильмов, развлечений. Ну, она для этого и создана. Тут я могу даже поделиться личным опытом, потому что на пульсе у меня свой канал про фильмы. Ну, в плане заработка приходит рублей по 500 в день. Иногда там доходит до 1000, иногда падает там до 300 рублей. Вот такие вот результаты. Что касается подписчиков, их чуть больше сотни, даже нет двух сотен. По количеству показов, ну, примерно 5000 человек в день читает, 10 тысяч человек читает. Канал этот у меня существовал и на Яндекс Дзене, канал этот у меня сейчас существует и на Пульсе. Если кто не знает, он называется «Из России с любовью», можете перейти почитать. В основном я, конечно, там описывал какие-то киноляпы из фильмов, очень много оружейных киноляпов. А как вы знаете или не знаете по правилам пульса, кстати, видео про правила пульса я в подсказках прикреплю, ну так вот, в этих самых правилах написано, что на пульсе запрещен контент про оружие. Но контент про оружие разрешен только в историческом контексте и в контексте вот развлечений игры, фильмы. Поэтому я периодически пишу про оружейные киноляпы в фильмах. Как-то раз меня даже попросили исправить статью, потому что там было слишком много подробностей. Ну, я исправил, ничего страшного с каналом не произошло. В какой-то мере интересная и автомобильная тематика, встречались мне популярные автомобильные каналы. Но тут я уже ничего, в отличие от фильмов, сказать не могу. Если нравится, ну, пишите, если понимаете в этом что-то. Но помимо всех этих тематик, есть еще такие, единичные тематики. Ну, то есть я находил каналы, которые на довольно узкоспециализированную тему, и при этом люди их читают, людям это интересно. Если вы найдете подобную тематику, но свою, очень высока вероятность, что вы добьетесь успеха. Ну, опять же, если это интересно будет читать. Ну, из примеров. Там есть популярный канал с комиксами. Популярный канал про русский язык и про описание. Еще есть, скажем так, исторический канал на тему старых игр, старых компьютеров, вот такой вот старой истории айтишного мира. Есть канал про самодельные игрушки. Есть канал про садоводство. Есть канал про моду. Отдельно канал про парфюмерию. Ловля рыбы, семейные отношения, психологии. Да чего там только нет. И это я только популярные каналы называю сейчас. И тут получается такая паука о двух концах. С одной стороны, нужно писать о том, в чем понимаешь, в чем разбираешься. Но с другой стороны, как я уже сказал, всякие дневниковые записи на пульсе не катят. Опять же, нужно выбирать тематику, исходя из того, что будет интересно читать читателям. И в этом плане я бы посоветовал относиться к пульсу как к такому более серьезному СМИ. Ну то есть представьте, что вы какой-то журналист, и вам уже не позволено писать всякую ересь и желтуху. С другой стороны, если вы будете писать на тему, которая вам вообще неинтересна, то, скорее всего, вы никакого успеха и не добьетесь. Так что в плане выбора тематики, я бы посоветовал выбрать какую-то такую, скажем так, более серьезную, более научную и более полезную для тех, кто будет вас читать. Но это не значит, что сейчас нужно бросаться в перепечатку каких-то старых статей по психологии. Статьи формата «Психологические секреты, которые помогут кардинально изменить всю вашу жизнь» это, ну, формат, который уже всех просто достал. Хватит уже рерайтить интернет ради заработка. Просто возьмите, составьте какой-то небольшой список тем, которые вам действительно интересны. Посмотрите и в этом списке, что может быть действительно интересно вашим читателям. Ну, потому что, как говорит один там, я не помню, психолог, не психолог, не помню, кто он. Я люблю стейк, а рыба любит червяка. Но когда я иду на рыбалку, я думаю о том, что любит рыба, а не о том, что люблю я. Поэтому тематики, которые аудитории точно мне будут интересны, мы вычеркиваем. Тематики, которые остаются и которые потенциально интересны аудитории, стоит рассмотреть, но задуматься, на какую из них вы сможете находить какие-то интересные темы, выискивать какие-то интересные факты, которые будут также интересны и вашим читателям. В общем, остается два пункта. То, что интересно читателям, и то, о чем сможете писать вы. В общем, выбирайте, пробуйте. Если не получается, пробуйте снова. Успех он такой, сразу моментально ко всем не приходит. Нужно много работать. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм. Тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Пока.